Значит, давайте так. Я не буду спрашивать, какая у вас дальнейшая практическая смысл, что вы собираетесь делать с этими штаммами, какие у вас там планы и это все. Вы сами там себе знаете. Но дело вот в чем. Я занимаюсь вот практическим грибоводством. Меня мичуринство, кулибинство, изобретение там неизвестно чего, оно меня мало интересует. Мне хотелось бы иметь штаммы, которые давали бы хороший урожай и под любого потребителя. Вот для этих штаммов, то есть для этих потребителей, я подобрал себе два хороших очень штамма. Значит, это М5, который дает просто уникальные, красивейшие грибочки. Самые, можно сказать, самые нежные вообще из вешенки. По своей структуре. Потому что вешенка сама по себе, она имеет очень такую волокнистую структуру, которая имеет, как сказать, ну жесткость. У некоторых потребителей они жалуются на то, что она жесткая. Так вот, эта жесткость максимально выражена в штаммах НК-35. Недостаток. Первый недостаток. И они не имеют у тех людей, где у вас наработан какой-то рынок, то НК-35, он просто, недостаток его в том, что он имеет такие по внешнему виду некондиционные грибы. Он чуть-чуть прозевали его собрать вовремя, и он превращается, в общем, в такой хлам какой-то. И уже после этого у него огромные ноги, и у него какие-то дудочками вот эти сростки. То есть НК-35 это крайне такой каменный век вообще выращивания вешенки, если речь идет о вешенках. Теперь дальше. Что очень много, особенно на китайском черном. Китайский черный, это где-то было запущено, это голландский какой-то штамм. Ну, кто-то там его сшаманил, ну, как бы создал там где-то, как-то сделал, что-то вроде меня. Сделал его года три назад. По опыту показало, китайский черный имеет какой-то глюк. Непонятный. Сейчас пошла подсказочка в том, скорее всего, позвонил мне один человек, этот китайский черный, скорее всего, вот я с вами говорю, и мне, наверное, пошла вот там вот такой подсказка, в том плане, по-моему, он заселен, вот тот штамм, который пошел, вы же понимаете, что каждая серия, каждый мицель, он пересевается, 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 где-то он несет яички какого-то клеща. Понимаете? Несет яички какого-то клеща и имеет такое свойство, что, например, у вас из 100 блоков, по каким-то причинам 20-25 блоков, почему-то, вот сделав уже такие вот при морде, как кулаки, они почему-то отключаются, желтеют и гниют. Это касаемо китайских черных. Если вы посмотрите по форуму, которые пишут о грибах, то вы найдете такую информацию, что это правда. Когда три года назад мы не знали, почему это происходит, то когда умный человек просто написал, он глючный, и все сразу поняли, да, действительно, у всех глючит, значит, это системная какая-то ошибка именно в самом штамме. Теперь относительно других вариантов. Ну, так мне повезло. Взял в институте этом, взял М5, это без ножки, маленькие грибы, красивые как розочки, цветут вот в 8 дырочек тех, что там на блоке зарезаны, и вот красивые такие одинаковые. И П-80, который дает более такие выраженные грибы, более массивные, более сильные, более красивые, но имеет уже свою жесткость. Соотношение в этом, что М5 немножко хуже хранится, именно страдает в транспортировке, из-за того, что нежный, поэтому при транспортировке может повреждаться. Его нужно аккуратно укладывать в ящички. То есть, ну, а штаммы вообще два просто обалденных и интересных. Теперь, относительно отправки клеточных культур, сейчас вот у меня получилось там получить фактически уже тот, что адаптирован к росту на жидких средах, то есть, что П-80, что М5, это просто, ну, левша, блоху подковал. Взял я в институте когда-то какой-то материал, вот, и к этому всему делу пришлю вам, это там будет паспорт, там почитайте, что к чему и как это все. Я понял, все. Спасибо. Хорошо, то мы на чем, на чем мы... На П-80 все-таки, да? Да, да. Есть, отличная вот, есть такая штука, есть отличная культура. Ну и уже в дальнейшем там, смотрите, когда сделаете оплату к этому, сообщите или в Кайпе, или, ну, в Кайпе. Да, 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 да. Сообщите и делаю вам отправочку. Хорошо, хорошо. Все, до свидания. До свидания, спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...